А вот известно, есть возможность утилизировать нейтроны, которые от ускорителей или от реактора летят, чтобы они не вредили, а частично, например, превращались за счет конвертации в электронные антинейтрино. С помощью литиевого конвертера сейчас уже новая идея лити-бордый конвертер появилась в участке совместно с Украиной разработки. Вы рассматриваете такие возможности? Да, если говорить о постановке на реакторе, то такая МЭД, вроде Чирпияв, у них был как раз Дербин, он предлагал использовать лити-6 для усиления нейтронного сигнала. Но реальность такова, что после взвешивания всех про и контра мы склоняемся к тому, что первый шаг легче сделать на ускорителе из-за фоновых соображений. Но потом, для исследования этого эффекта в деталях, конечно, она становится на чистый пучок. Ну, в этом смысле реактор идеален. Вот тогда вот это. Но это мы как бы рассматриваем следующий шаг в этой инфекции. Вплоть до каких энергий нейтрино можно говорить о когерентном вращении нейтрино на ядре? Ну, вот есть такая средняя потолочная цифра 50 МЭВ. 50 МЭВ и ниже. Скажите, Вы говорите об точности определения угла Вайнберга 6,6%. Вы имеете в виду цифру от 0,23-3, да? Видимо, да. Я эту работу плохо знаю. Там она, так сказать, упомянута. Я предлагаю просто посмотреть. Просто речь идет о повышении точности. Да. Вот мешки меоновых нейтрино и антинейтрино. В этих опытах открывается перспектива улучшения верхней границы лабораторной 0,17К для массы меоновых нейтрино? Или ничего в этом? Ну, пока мы об этом, как говорится, речи не идем. Второй и третий слайд показывали, что большое сечение, вот там диаграмму показали. Ну, а что цифры-то какие? Скажем, вот, если сравнить с сечением рассеяния нейтрино на электроне. Да-да-да, там была кривая. Сейчас я сейчас наделаю. Там была кривая. Разным цветом не показана. Вот здесь, вот, вот обратный бета-распад, вот это на электроне, а вот это на ядре коферента рассеяния для ксенома. Вот видно, что тут довольно несколько порядков. Два порядка. Как решается проблема рассеяния нейтронов на сам пучок? Потому что, вот, вы показали распределение, вот, картину электронных фонда в области лаборатория. И, я так представляю, что вообще этот вопрос, очень критичный вопрос. Да, этот критичный вопрос. Сейчас все рано в детали говорить. Сейчас, вот, с этого лета начали мерить спектры нейтронов, вот, в этих точках, в которые мы можем стать. И этот вопрос изучается. Действительно, очень большая проблема заключается в том, что нейтроны отражаются. Некоторых элементов, то есть, так просто геометрически сказать нельзя. Поскольку конфигурация здания, пучков, защиты очень сложная, то возникают яркие вспышки в местах, казалось бы, которые никак не видят, как говорится, мишень. Но за счет неких резонансов в отражении, там появляется некий, так сказать, повышенный нейтронный фон. Сейчас этот вопрос изучается. Он очень нетривиальный. Расчетным пучом он не решается, к сожалению. Там у нас есть одно место, как бы, назад, но зато там оно в подвале, так сказать. Вот там, ну, надо мерить, то есть, я считать невозможно. Мы работаем. Вы измеряете спектры? Ну, это сложный вопрос. Мы используем L&D такие детекторы, американские компании, так сказать. Там, например, комбинация двух детекторов, которые содержат легкое вещество и, так сказать, то есть, регистрируют тепловые нейтроны и, значит, водородовосвеживающий щетчик, который регистрирует быстрые нейтроны. Значит, ну и дальше мы пользуемся их программой, которая обрабатывает, так сказать. Детали я не знаю. Мы только что буквально получили вот эту установку и начали ее изучать. Да, прошу прощения. Вот в Мохрежской национальной лаборатории там существует специальная установка. Они используют, они просто меряют пропорциональные камеры во время пролетных методов быстрые нейтроны. Я тут смешал наши возможности. Прошу прощения. Спасибо. 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 Спасибо.